Ну что ж, приветствую вас, дорогие зрители. День, который мы так долго ждали, настал. Российская премьер-лига возвращается и возвращается первым делом прямиком на РЖД-арену. Здесь через пару десятков минут начнется матч «Локомотив-Москва» против «Крылья Советов-Самара». И меня зовут Лаша Бахселяния. Рядом со мной гости-эксперт, хотя какие уж тут гости, мы оба дома. Александр Криворучко, бывший вратарь «Локомотива», а ныне тренер «Академии Локомотива». Александр, приветствую. Как настроение, какие ожидания от предстоящего матча? Настроение отличное. Ожидания от игры, самое что ни на есть, такие, знаете, интригующие. Почему? Потому что у соперника сегодня у нас команда «Крылья Советов», которая, я думаю, окажет достойность сопротивления. Нам нужно будет постараться для того, чтобы добиться положительного для нас результата. Да, действительно, непростой у нас сегодня соперник, хотя на первый взгляд таблицы он пока далек от топа. Но мы знаем, что в этой команде собран костяк из Чертанова, и тренер оттуда же. Поэтому с точки зрения психологии с этой командой все в порядке. Но и у нас тоже все в порядке, да? Мы не проигрывали в этом сезоне? Да, мы не проигрывали. У нас отличное настроение. На сборный перерыв, когда ребята вернулись с положительными эмоциями, поэтому мы ждем только отличного результата. Да, ну и видим мы расписание сегодняшнего тура. Отмечаем, что в первый игровой день, помимо нас, в общем, в первый игровой день играет вся первая тройка предыдущего сезона. Прошлый сезон – это, собственно, мы, «Зенит» и «Спартак». Также обращаем внимание на матчи наших конкурентов. Собственно, «Зенит» сегодня примет «Ахмат». Ну и, знаете, Александр, вот такой вопрос к вам. У нас два очка до первого места. Таблицу мы еще посмотрим чуть позже. Глядя на это расписание тура, можно ли сказать о том, что в этом туре мы можем ждать осечек наших конкурентов? И, возможно, мы заберемся на первое место прямо в седьмом туре? Вы знаете, на самом деле все лидеры играют дома. Да, при всем уважении к командам соперников, лидеры обязаны брать свои очки дома. Но мы будем надеяться, что «Ахмат» и «Химки» окажут достойное сопротивление и помогут нам в том, чтобы забраться на первую строчку. Да, ну и, пожалуйста, турнирная таблица. Здесь мы пока что четвертый, но отмечаем очень приятный нолик в графе поражения. Таких команд без поражения осталось всего две. Это мы и «Зенит», и мы уже друг с другом встречались. У нас была ничья. Мы четвертый, но также давайте отметим, что группа преследования во главе с «Казанским Рубином» в этом туре проводит, ну, прямо скажем, не самый сложный свой матч. Дома примут переживающий не лучший сезон «Урал». Поэтому, наверное, можно сказать о том, что терять очки сегодня «Локомотиву» не стоит. Ну, в общем, это будет крайне невыгодная затея. Согласен, Александр? Да, я вас поддерживаю в этом плане. Да, нам нужно не допустить приближения конкурентов и по возможности, конечно, постараться забраться повыше турнирной таблицы. Да, ну и, Александр, не можем мы, конечно, не обсудить совершенно сумасшедшую трансферную компанию, в хорошем смысле сумасшедшую трансферную компанию, которую провел московский «Локомотив». У нас целая, не побоюсь этого слова, куча новичков. Тин Е2, Максим Нинахов, Кирилл Зинович, Наевти Книзян, Алексис Бека-Бека, Тину Анжурин, Константин Мардишвили и Джирана Керк. Что скажете вообще? Какой-то беспрецедентный просто случай. Сразу 8 у нас новичков, и каждый из них один перспективнее другого. Да, на самом деле, ну, нужно отметить, что сейчас в «Локомотиве» идет курс на омоложение, да, как бы, и мы видим, что довольно-таки молодое поколение сейчас востребовано в нашем составе, как бы, да, и я думаю, что по фамилиям и по тем, значит, того бэкграунда, который у них есть, они должны, значит, достойно представить наш клуб, но, понятное дело, нам нужно с ними познакомиться и посмотреть, что будет дальше. Да, так, кстати, попробуем с ними сейчас прямо получше познакомиться, послушав их комментарии, которые мы записали до этой игры. У нас очень великолепная команда, все игроки очень высокого уровня. Мы тренируемся каждый день, устанавливаем трудовые связи с каждым днем и понимаем на поле все лучше и лучше. Я начинаю понимать своих товарищей по команде, поэтому, что касается моего пребывания и адаптации в команде, никаких проблем я не вижу. Москва очень большой город с очень активным движением, большой пульсацией города. Пару раз мне удалось побывать в городе. Он очень чистый, с огромным количеством памятников. Город мне нравится, и мне приятно находиться в Москве. Что касается российской кухни, у меня еще не было возможности попробовать типичные российские блюда, но я могу сказать, что в Москве очень много ресторанов, где я ем. Это разные кухни народов мира, и могу сказать, что в Москве готовят эту еду очень хорошо и вкусно. Меня все великолепно приняли здесь, но я могу сказать о переводчике, его зовут Мурат. Он мне всегда помогает в ежедневной жизни, решает все мои вопросы. Всегда меня сопровождает, если что-то мне надо. Я всегда могу ему набрать, он всегда отвечает на мои просьбы, консультирует и помогает. Что касается моей жизни в отеле, это великолепный отель. Я немного привык уже и стал привыкать к нему, но все-таки хотел бы жить в квартире. В будущем планирую поиск квартиры. Что касается игры ЦСКА и Российской лиги, я могу сказать, что отличие от Французской лиги, это уровень, несомненно, очень высокий. Бросается в глаза, что здесь ритм игры более интенсивный и более жесткие единоборства. Что касается моего взаимопонимания с игроками, здесь у меня никаких проблем нет, и благодаря своим партнерам по команде. Они делают все, чтобы я понимал, как можно скорее игровые связи, как можно быстрее интегрировался в команду, как можно больше почувствовал все тактические находки. Спасибо моим товарищам, никаких проблем с ними не вижу. У меня очень позитивные впечатления. Я попал в очень хорошую большую команду и сейчас с большим желанием и энтузиазмом тренируюсь. Очень позитивные первые впечатления. Тренировки очень интенсивные, очень много единоборств. Это то, что меня приятно впечатлило здесь. Ну что ж, это были наши новички. И хочется также отметить, что из всей этой группы новичков, которые пополнили наши ряды в это трансферное окно, все футболисты не старше 25 лет, а некоторым и вовсе нет и 20, что, конечно, очень приятно отмечать. Ну, а к новичкам мы еще вернемся. Давайте сейчас поговорим немножко о старичках, которые задержались у себя на родине. Сегодня речь о Франсуа Камано. Безусловно, когда мы получили новости о том, что переворот государственной военной, переворот в Венеи стал причиной задержки нашего игрока, который не мог покинуть страну, это, конечно же, потеря. В этом сезоне Франсуа еще не отличался, Александр. Но он приучил нас к тому, что он делает это серийно. В прошлом сезоне он вот как только один раз забил, и тут сразу пошло и поехало. Там были дубли ворота Сочи, голевая матча с ЦСКА, и гол Спартаку, и гол Ростову. И во всех играх, в которых Франсуа Камано отмечался результативными действиями, во всех этих матчах Лукмотив зарабатывал победные очки. Скажите, что вы ощутили, когда вообще узнали про то, что Франсуа Камано застрял в Гвинеи? У вас очень насыщенная карьера была футболиста. Когда-нибудь, где-нибудь в одной из ваших команд такое было, что кто-то где-то задержался не по своим личным причинам? Вы знаете, да, были моменты, это жизнь. Кто-то там, не знаю, там, паспорта забывал, рейсы отменялись. Ну, это жизнь, значит, да. Неприятная ситуация произошла. Конечно, будет не хватать Франсуа сегодня. Нет, он сегодня все-таки, на мое удивление, он у вас в заявке, да. И, кстати, давайте послушаем его комментарий, как он вообще рассказал о том, что с ним за приключения произошли. Давайте послушаем Франсуа Камано. Я счастлив, что вернулся в Москву в добром здравии. Вы наверняка слышали о тяжелой ситуации в нашей стране. Сейчас ситуация нормализовалась. Какое-то время были закрыты границы, сейчас их открыли. Хочу сказать большое спасибо всей федерации футбола. Она помогла не только мне, но и другим игрокам вернуться в свои клубы. У меня произошла небольшая задержка из-за того, что некоторые рейсы были отменены или в самолетах не было мест. Было очень сложно улететь. Хорошо, что вернулся. Более того, уже успел потренироваться. Я готов играть и с оптимизмом смотрю в будущее. Да, ну а теперь давайте поговорим о сборной России, в которой наш клуб был представлен довольно солидным списком. Это и вратарь Гильерме. А вы, как вратарь, хотелось бы от вас услышать оценку. А давайте с него и начнем. Три игры, ноль мячей. Да, вы знаете, это показательно для вратаря. Очень приятно играть на ноль. Но я хочу отметить Гильерме. Почему? Потому что принципы игры, может быть, кому-то показались несложными, но в тех моментах, которых нужно было выручить, он сделал свою работу на отлично. Тем самым позволив нам забрать три очка в каждой из игрок. Да, ну и отмечаем по-прежнему сумасшедшую форму, которая не покидает нашего нападающего Федора Смолова. Он за сборную и забил, и раздал передачи. Причем передачи, ну, действительно, конфеты. Прокомментируйте, пожалуйста, что за чудеса творятся с Федей? Вы знаете, ну, Федя поймал свою, так скажем, игру. И когда он это делает, у него, как правило, вот эти серии продолжаются как очень продолжительное время. Будем надеяться, что она сегодня тоже продолжится. Вот. И я ему только этого желаю. У футболиста есть такое, знаете, вот поймать свою такую струю и оказываться в ней как можно дольше. Ну, а сейчас давайте послушаем, что как раз наши сборники и рассказали. это Федор Смолов и Марината Гильерми. Ну, впечатление самое позитивное, да, особенно из трех игр мы отобрали, ну, семь очков, это вообще молодец. Самое главное, что мы вернулись в команду, с настроением, хорошим, с уверенным и продолжать наше дело в локомотиве, должно. Удалось там набрать семь очков, не пропустили ни одного мяча, вот, делим первое место с хорватами, борьба продолжается, лично я рад вернуться в сборную, удалось там и ассистировать Рефату в том числе и самому забить, поэтому все, все классно. Ну, естественно, за соперник самый сильный нашей группы, да, хавати, и мы все знаем, что это будет наша конкуренция до конца это отборниче на чемпионат мира, была самой сложной игрой, конечно, но я считаю, что для первой игры, с новой тренером сборной не было плохо, несмотря на то, что мы дома играли, это мое мнение, всегда, когда играем дома, мы должны бороться за победу, но мы были близко к этому, но все равно мы молодцы, я считаю, что неплохо сыграли с хавати, а потом уже с Кипром победили на выезде и вчера завершились победой снова с матом, но молодцы все. Ну, объективно, да, потому что самая сильная команда в нашей группе, наверное, с которой, собственно, мы, опять же, делим очки и боремся за первое место, вот, поэтому плюс первый матч для нового тренерского штаба, для Валерия Георгиевича, волнительно, нервозно, вот, но я считаю, что 7 очков результат хороший. Я, правда, не взвешивался после вчерашнего матча, но я ремень застегнул на одну пуговицу, на одно деление меньше, вот, чем обычно сегодня утром. Но тот раз, когда взвешивались, было минус полтора килограмма, но это было в начале сбора. там чуть-чуть, если честно говорю, по процентуалу жирный был чуть-чуть высокий, но я тоже питался там правильно питание относить, и у меня получилось так, чтобы скину еще 2 килограмма. Ну, уже непосредственно в день игры, да, то есть, исходя из того, что там перед этим два матча, ребята, которые ходили на пресс-конференцию, были капитанами, я догадывался, что это может произойти, вот, но опять же, это не первый раз, когда я вышел с капитанской повязкой, поэтому, конечно же, ответственно, волнительно, но, опять же, в силу возраста нет такой нервозности и каких-то там каких-то специальных там экстрачувств, что вот сейчас что-то особенное происходит. Да, ну и завершая тему наших сборников, нельзя не сказать так же о том, несправедливо будет не отметить, что также Рюфат Жемалединов отметился голом и капитанская повязка, с которой вышел наш Дмитрий Баринов, и это случилось впервые с 2005 года, когда игрок альтернатива. Кукольская повязка сборной, мы с этим его и поздравляем. Кстати, у Дмитрия сегодня день рождения, ему 25 лет, спортивного долголетия и поменьше желтых и красных карточек Дмитрий. Ну, а мы переходим к следующей теме. Александр, довольно необычно выглядела подготовка во время этой паузы нашей команды. Мы провели довольно необычный по своему статусу товарищеский матч с командой ЦСКА. Расскажите, пожалуйста, как вообще проходят такие подготовки в паузы сборных, чем они отличаются от штатного режима и так далее? Ну, вы знаете, в этом ничего сложного нету, и главные тренеры выстраивают микроциклы подготовки так, чтобы подойти к официальной игре в оптимальной форме. Здесь нужно заметить, что те игроки, которые уезжают в сборную, получают игровую практику, они приезжают в тонусе, значит, и готовы зайти, так скажем, в игровой режим без проблем. Но нужно отметить, что игроки, которые остаются и участвуют в тренировочном процессе, первое, всегда проходят контрольные игры. Мы знаем, что Локомотив играл контрольную игру с ЦСКА. как раз мы видим. И в то же время ребята, которые получают меньшей игровой практики, получают возможность доказать главному тренеру свою состоятельность и постараться в ближайших играх выйти в стартовом составе. Да, ну и были в этой игре как раз те случаи, когда игроки себя проявляли, пользуясь ситуацией отсутствия лидеров. Но об этом чуть позже. Давайте скажем о том, что в этой игре дебютировал наш новичок Керк, который сегодня тоже в составе. И сразу же в первой игре он сделал голевую передачу, причем в своем очень фирменном стиле. Пока что он нам не очень знаком, но скоро он нам всем будет знаком. Его прострелы с правого фланга очень такие выверенные, точные, именно так и произошло. А сейчас святая святых, гимн локомотива. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Ну что ж, зарядились энергии, пропитались духом и давайте переходить к составам команд, тем более, что здесь у нас сегодня есть о чем поговорить, есть сюрпризы. Помимо того, что дебютирует Керк, о котором мы уже несколько раз сказали, это, конечно, очень интересный дебют, будем смотреть и ожидать от него только ярких действий. Но также у нас сегодня есть Максим Петров и это человек, который не играл еще в этом сезоне, даже не появлялся, не выходил в замен, но сейчас сразу в старте. Довольно неожиданное решение, да, от нашего тренера, Александр? Да, я вас поддерживаю, неожиданное решение, но это еще раз подтверждает то, что игроки, которые здесь оставались, которые участвуют в треночном процессе, мы знаем, что Петров себя ярко проявил в контрольной игре с ЦСКА, получили возможность выйти в официальной игре в стартовом составе. Мы видим, Александр, остановку, не знаю, хорошее ли у вас зрение, если хорошее, согласны ли вы с этим вариантом? Вы имеете в виду варианты расположения Петрова и варианты в целом, схемы на игру. Вообще в целом, в целом, да, в целом. Ну, мы видим два опорника, Бека-Бека и Куликов. Значит, два на по... Ну, мне кажется, все-таки, Смолов будет больше на 3-е атаки играть, а кто-то все-таки будет в инсайдной зоне между линиями получать передачу. Мне кажется, что-то в таком роде будет. И один из опорников, конечно, будет заходить в среднюю линию, чтобы развивать развивать атаку. В целом, если смотреть на этот состав, какая картинка приходит вам на ум с точки зрения того, что будет происходить, в действиях вот нашей команды. Как мы будем сегодня играть? Большой контроль мяча, ожидание ошибки соперника, чтобы убежать в быструю контратаку. Вы знаете, вот вариант схемы с двумя опорниками, она позволяет действовать немного как бы универсально. Да, при развитии атаки мы можем действовать два опорника. Один из опорников может заходить в инсайдную зону. И в то же время при обороне мы можем как бы действовать, как и в двух опорников, значит, и сдерживать, насыщать середину, середину поля, сдерживать атаки соперников. все-таки, наверное, все-таки игра подскажет, как нам действовать в той или иной ситуации. Согласен полностью. А сейчас давайте послушаем, что сказал Марко Николич перед этой игрой. Отработали хорошо, но всегда первые первые игры после перерыва этих FIFA окна это сложно. Это сложно, особенно у нас, когда 11 игроков было при разных зборнах, но эти, которые были здесь, они пользовали с хорошим этими тренировками. У нас была тоже и товарищеская игра, которая была нам на пользу. У нас очень много новых игроков пришло последних пару дней и трансферного окната. Сейчас сложная задача их инкорпорировать команду и чтобы они стали часть команды правдой, а это сейчас нет времени сделать через тренировки, но через игры. Я надеюсь, что это справимся с этой задачей. Три игрока вернулись только вчера, присоединились с командой Каманова, Лисаковича и Рибус. Практически отработали одну предмечевую тренировку с нами. И ничего. очень важная, очень сложная игра, неприятный соперник. Очень хорошо бегают на контратаку. Быстрые игроки вверху команды, там Душаков, там Зинковский, там Сергеев, забивающие игроков. Надо обращать внимание, умно и осторожнее играть эту игру и полить цель. Мне все равно к главному тренеру. Не мешает мне много, но нормально есть, лучше играть чуть позже. Но это вещи, на которых мы не можем влиять. Можем обращать внимание и говорить, что это нам мешает, что играем два часа, а что добиваем из этого. Играем, когда нам поставят расписание и все. Я надеюсь, что тоже так, когда будет зима и когда станет холодно, что тоже будет у нас хорошее время играть днем, а не будет тогда 7-8 вечером, когда будет минус 10. Ну что ж, продолжаем предвосхищать матч Локомотив Москва Крылья Советов Самары и давайте поговорим немножко о сопернике, посмотрим на его состав и отметим там пару людей. Скажите, вот Сергей Пеняев, который находится сейчас в запасе, можно ли считать его джокером и можно ли говорить о том, что это тот человек, который сможет усилить нашего соперника во втором тайме? Да, вы знаете, я как раз хотел о нем сказать, потому что работая на детском и юношеском уровне, он ярко себя проявлял в рядах чемпионатов и мы знаем пример в игре со Спартаком, когда наверное Айртон не сориентировался и не зная об этом игроке немножко был знаете как бы не пришел что-ли в себя совершенно верно вот но сейчас уже наверное тренеры локомотива обратят внимание что если в случае если он усилит игру и выйдет на замену я думаю что это произойдет у нас значит кто у нас наверное на ярких нельзя наверное все-таки против него действовать будет у все оружие интересная дуэль получится давайте также отметим в составе тех кто уже в старте это конечно лидер Антон Зиньковский и нападающий Сергеев Иван у обоих по 3 очка по системе гол плюс пас но что интересно один только раздает это Зиньковский а второй пока только забивает это Сергеев и также отмечаем в составе Романа Ежова это тоже очень опасный игрок он получил красную карточку в последнем туре с Уфлой но КДК отменил это решение сегодня он в старте и в целом можно говорить о том что это оптимальный состав крыльев Совета я с поддержкой вообще это такая как бы знаете как вы правильно заметили командная тренерская такая команда которая знает его идеи знает куда они как им действовать поэтому получится интересная игра Локомотив значит тоже последние результаты говорят о том что мы на правильном пути поэтому мы ожидаем хорошего футбола и надеемся на победу Локомотива ну а на этом друзья мы прощаемся с вами но не навсегда мы встретимся с вами еще в перерыве и после матча желаем победы московскому Локомотиву пока ну что ж завершился первый тайм матч Локомотив Москва крылья Советов Самара и надо сказать что получился для нашей команды он наверное не слишком однозначным с одной стороны мало что позволили создать у своих ворот но с другой стороны немного немногое создали и сами с нами в студии Александр Криворучко бывший вратарь Локомотива а ныне тренер Академии Локомотива Александр поделитесь впечатлениями о первом тайме вы знаете игра можно сказать равная без каких-то акцентов в одну и другую сторону но я бы отметил наверное все-таки подходы какие-то полуподходы были у крылья Советов и они били поворот там два раза опасно Гильермо справился с этими мячами такого чтобы сказать что совсем преимущество за кем-то я бы не сказал поэтому все будет наверное во втором тайме решится какой-то исход но я думаю что в перерыве тренеры будут производить какие-то корректировки вот из запасных моментов которые удалось создать нашей команде отмечаем Керка который пробил из-за штрафной Ломаев не без труда перевел этот мяч на угловой и этот же угловой закончился еще одним ударом голландца тоже очень опасно что можете сказать по нашему новичку смотрите он действовал довольно-таки активно опускается для получения мяча между линиями как говорил в среднюю линию а не со смоловым то один то другой нацелен на атаку правильно заметили хорошо пробил делает свою работу но пока как бы до результативного так скажем действия дело не дошло надеемся во втором тайме увидит да и давайте Александр обсудим вот какой момент локомотив на данный момент является абсолютным лидером по количеству желтых карточек в принципе этот пункт можно охарактеризовать другими словами что это самая агрессивная команда звучит поприятнее но что конкретно означает эти цифры мы сегодня получили еще одну желтую карточку в первом тайме у нас теперь их уже 22 это что мы не успеваем поэтому их получаем или это такой характер у нас боевитый вы правильно заметили вот здесь значит должен быть баланс да с одной стороны это хорошо что мы агрессивно играем в отборе прерываем большое количество атак с другой стороны нам нужно постараться действовать более значит так скажем дипломатично в том плане чтобы не получить не зарабатывать не нужны желтые карточки и красные карточки ну а мы приветствуем в нашей студии Константина Марадишвили Константин рад тебя видеть Константин поделись впечатлениями как эта игра смотрела тебе со скамейки нам показалось с Александром что как-то пока маловато у нас моментов ну игра довольно напряженная да я думаю что провели хороший отрезок думаю найдем еще свои моменты и во втором тайме дожмем и выиграем соперника скажи пожалуйста стоит ли нам переживать за желтую карточку хорошо тебе знакомого Тикнизиана Наира учитывая в контексте возможного появления Сергея Пеняева ты знаешь прекрасно что это за игрок и как он играет и учитывая то что уже есть желтая карточка Наира как как этому относиться я думаю что любой игрок может получить желтую карточку и он психологически очень сильный игрок и на него это не повлияет да я знаю Пеняева я думаю у Тики никаких проблем не возникнет с этим игроком а что можно прикинуть по усилению включая собственно твою персону чем можно усилить сегодня локомотив кем чем я имею ввиду какими действиями что в какой зоне мы должны чего и что добавить да у нас очень хорошие все игроки и каждый игрок на скамейке может усилить команду и это все решение тренера я думаю что у нас все очень квалифицированные игроки и каждый готов выйти и помочь команде скажи пожалуйста Константин у нас большое количество сборников включая тебя ты провел два матча за молодежку один из этих матчей можно назвать очень тяжелым в Испании по физической форме есть ли ощущение что кто-то сегодня не находится в своих лучших кондициях и что он устал или это только видимость я так не думаю все хорошо подготовились к предстоящим играм и к сегодняшней игре все подошли в лучших кондициях и думаю все готовы Александр может быть у вас есть что спросить у Константина на самом деле Капкос я все хорошо подметил в принципе тут наверное все-таки нужно подождать корректировок от тренерского состава а то что все квалифицированные игроки которые могут усилить вот так в локомотиве таки при советах во втором тайме игру это очевидно поэтому Константин один с последним вопросом исходя из того что на табло 0-0 и довольно равная игра вы сами как считаете будут ли пройти замену прямо сейчас перерывы или нет честно я не могу сказать это все решит тренер ну мы ожидаем вашего все-таки появления и желаем вам удачи в случае такового спасибо удачи ну а мы продолжаем обсуждать матч локомотив при лет советов итак мы поговорили о тех князьяне которые к сожалению подвис так скажем на желтой карточке Александр ваше мнение мы уже обсуждали выход Сергея Пеняева возможный теперь у меня такой вопрос как вы считаете Николич Марко Николич который известен тем что он досконально изучает соперника он прекрасно знает что у них есть Джокер Пеняев сейчас он думает о том что Наира стоит поменять тем более у вас есть на кого в принципе у вас есть Мацей Рыбус это собственно его позиция да я думаю определенно думает определенно думает прям интересно наш прогноз как бы проявится значит в мыслях Марко вот но то что на это нужно сделать акцент это важно потому что мелочей в футболе не бывает Тикнезян агрессивный игрок идет в отбор и потерять получить потерять игрока во втором тайме не хотелось бы поэтому на это обратят внимание я думаю тренерский штаб а давайте еще вот на что обратим внимание в этом матче у нас ну как вы правильно заметили были скорее подходы а не голевые моменты но все-таки некоторые из этих подходов возникали именно после стандартных положений я напомню что этот сезон мы начинали как самая ударная в этом смысле команда которая очень опасна стандартных мы в первом же туре забили два арсенала с угловых в следующем же туре повторили это с ЦСКА а потом как-то все это подзатихло может быть сегодня пора этой пушке снова выстрелить да я соглашусь но вы знаете команда соперников тоже очень хорошо готовится и следит за сильными сторонами при розыгре стандартных положений хотелось бы конечно чтобы эта серия вернулась здесь очень много факторов должно совпасть совпасть но будем ожидать значит ударные пушки так скажем во втором тайме что скажете по нашему новичку который с которым мы уже знакомы он все-таки играл с Динамо но все же сегодня он выходит в старте Алексис Бека Бека человек который играет в опорной зоне то ли восьмерку то ли шестерку начинает очень много атак но сегодня наверное пока не самые лучшие да попытки я скажу не так что и самые лучшие наверное все-таки не получается более таких агрессивных вхождений то что через него игра строится мы видим и концовка тайма показала что он входит он обостряет но хотелось бы больше от него инициативы и больше таких проникающих агрессивных передач вхождений поэтому да но это касательно атаки а что насчет обороны был такой неприятный момент который можно назвать звоночком обводящий удар по-моему сорвели из-за штрафной прямо по центру это была не первая уже попытка крыльев гильерме высказывала недовольство своим партнером да немножко два опорных наших и бека бека и куликов Даня они немножко их отрезали и получился на ударный позиции сорвели один здесь наверное все-таки в случае при игре в обороне нам нужно все-таки поуже играть двумя опорниками чтобы не проходили проникающие передачи не получалось свободных зон и не возникали такие опасные моменты я думаю тренер на это укажет Александр как считаете по характеру игры насколько она может поменяться во втором тайме да с одной стороны 0-0 которая наверное не слишком устраивает болельщиков но если взглянуть на турнирную таблицу цена ошибки сегодня так же высока да и что в этом контексте чего можно ожидать больше осторожности или все-таки добавление агрессии вы знаете первый там показал что все-таки команды не будут очень сильно раскрываться агрессивно идти в атаку будут ждать своих возможностей но на то он и перерыв чтобы каждому тренеру сделать корректировки в ту или иную сторону и увидеть во втором тайме то что они хотят увидеть от своей команды но при этом если говорить о крыльях происходящие сейчас на поле включая счет наверняка самарцев устраивает я с вами соглашусь увезти одну очко из Москвы с локомотивом для них это будет я думаю успехом но опять же зная амбициозность молодых ребят все-таки они наверное рассчитывают и на победу а скажите Александр не удивил ли вас сегодня контроль мяча в исполнении крыльев учитывая то что для них гостила матч они в принципе обычно не сильно любят им владеть тоже ищут контратаку а сегодня так довольно плотные основатели да игра как мы с вами говорили игра всегда диктует свои условия первый тайм произошел происходил я вас поддержу в большем контроле мяча за крыльев советами и здесь наверное все-таки корректировка еще раз повторюсь тренера в перерыве позволит как-то перестроиться локомотиву или же крыльям по-другому начать действовать поэтому будет интересно увидеть во втором тайме как команды перестроятся ну а мы на этом с вами прощаемся во время этого перерыва но вернемся еще раз в этот эфир после матча подключайтесь не забывайте про нас ждем голов локомотива победа 2-0 рядом со мной Александр Криворучко бывший вратарь локомотива а ныне тренер Академии локомотива ваши впечатления ну впечатления положительные во-первых все с победой команду болельщиков могу сказать что тренерские решения предопределило исход удачные замены со стороны Марка Николича и Дуполя Камано голевая передача Исаковича и локомотив плюс 3 и на данный момент на первом месте да, прямо сейчас в онлайн таблице которую очень приятно было бы увидеть но вы ее не увидите но вы можете сейчас зайти на другие источники и там посмотреть мы на первом месте Александр до этого матча Криво Советов премьер-лики не проиграли никому с разницей больше одного мяча сегодня это случилось означает ли это что локомотив в полном порядке это означает что локомотив в полном порядке это означает то что Франсуа Камано нужно доставлять как можно больше проблем чтобы он сквозь низ перебирался приезжал и делал дубли хитрики поздравляем спасибо ну расскажите как ощущения как дебют большое спасибо тренеру то что дал шанс проявить себя дебютировал тяжело но хорошо выиграли самое главное друзья Максим Петров дебютант сегодняшнего матча в этом сезоне он впервые вышел и сразу в старте скажем насколько тяжело было в первом тайме против Крыльев все-таки у них первый тайм прошел намного успешнее да первый тайм они контролируют больше игру мы больше от обороны старались но от оборонялись хорошо и в контратаке выбегали были моменты было тяжело в первом тайме а раскрою пожалуйста нам небольшой секретик наверняка Марко был не очень доволен в перерыве что он сказал команде не очень доволен был то что проигрываем единоборство то что надо жестче вторые мячи выигрывать и поактивнее в нападении мы вот то тебя уже обсудили Крыльев Советов сегодня проиграл впервые с разницей более чем в один мяч это говорит о том что наша атака в полном порядке да это сто процентов говорит что у нас все в нападении в порядке а что можно сказать про Франсуа Камано какой-то просто небывалый случай два дня назад его еще нет в команде а сегодня у него дубль гений гений а еще такой момент знаешь Франсуа Камано имеет такую привычку он вот молчит молчит я имею ввиду результативных действий а потом серийно выстреливает а так было в прошлом сезоне и похоже что мы являемся свидетелями новой его серии вышел тут же один-два какой гол тебе больше понравился первый первый там я обыграл и браво а что насчет передачи рефата просто конфеты гениально гениально ну одни гений у нас сегодня составят а ты гений я давай я тебе отвечу это гений я добавлю я думаю просто что мы активно своими действиями истязал соперников и они пали перед теми кто Максим ну мы тебя отпускаем команде обратно спасибо большое всем удачным дебютом поздравляю так ну а мы продолжаем во втором тайме как мы уже сказали было очень много хороших моментов к сожалению не все удалось реализовать да Федор Смонов наверное сегодня не очень доволен своей статистикой я думаю не очень доволен да но то что у нападающего есть голевые моменты это самое главное это то что мы говорили он продолжает гнуть свою линию он будет забивать а давайте еще поговорим об одном человеке который продолжает гнуть свою линию это Рефат Джамалединов он находится в невероятной форме сегодня он сделал обалденную передачу и это стала уже четвертая его передача в этом сезоне к этому добавляем еще три его забитых мяча в сумме получаем 7 очков по системе гол плюс пасс и это лучший показатель сейчас команде он обошел Федора Смолова что происходит с Рефатом происходит продолжение прошлого сезона начало этого он нашел свою позицию на поле Марко Николич нашел его позицию на поле он получает огромное удовольствие он почувствовал вот этот вкус к передачам голам и он сейчас определяет игру локомотива Александр вот вы отметили что Марко Николич нашел для него нужную позицию в центре не на фланге и в этом контексте даже как-то становится немножко жаль об упущенных матчах сезонах где Рефат не играл на этой позиции потому что это действительно открытие это то чего вы искали ну да всегда тренер совершенствует совершенствуется во всем и всегда ищет какие-то ниточки звенья которые будут помогать достижению положительного результата надеюсь он нашел ну и давайте вспомним о том что мы предупреждали наших зрителей об опасности в лице Сергея Пеняева сегодня он вышел довольно рано раньше чем во всех остальных матчах много у него было времени на то чтобы проявить себя но показалось что Сергей Пеняев для которого не существует авторитетов во всяком случае так казалось по его дуэли с Айртоном и Спартака сегодня как-то как-то очень робко смотрелся против Тикнезиана было несколько моментов где он мог взять игру на себя пойти в обыгрыш но вместо этого Тикнезиан выдавливал его к флангу и следовала передача назад можно ли сказать о том что Тикнезиан полный красавчик да вы хорошо заметили он нашел баланс в агрессивных действиях и в отборе то что мы говорили еще большой плюс для Тикнезиана то что он висел на желтой карточке но он сумел найти вот эту грань и не дать пространство за своей спиной чтобы Пеняев в него входил пласировался вовремя и что мы увидели в конце что Пеняев в итоге ушел на фланг Живоглядова выдавили его да со своего родного фланга ну а мы еще раз смотрим на расписание сегодняшнего тура приятно смотреть да мы сегодня открывали программу седьмого тура открыли ее более чем удачно 2-0 отличная победа впереди игры наших конкурентов тоже за ними следим держим кулачки за нужные нам результаты и наверное сейчас мы еще посмотрим на турнирную таблицу где локомотив на первом месте совершенно заслуженно прекрасно отлично да мы на первом месте и еще раз напоминаем что сегодня помимо того что одержана важнейшая победа помимо этого продлена еще и беспроигрышная серия таких команд в чемпионате осталось всего 2 мы и Зенит и это очень и очень здорово хотелось бы чтобы этот нолик в графе поражения сохранялся как можно дольше что еще мы можем сказать Александр ну я бы отметил Маринато Гильермо точно Маринато Гильермо четвертый матч на ноль четвертый матч на ноль и опять же в нужных моментах он сыграл очень надежно собрано чувствуется какая-то такая уверенность ну зрелость уже да как бы и его уверенные действия передаются действиям команды что выливается в положительных результатах а согласны с тем что сегодня у него работа была наверное даже либо столько же либо в сумме больше чем за все мальчим спортом сейчас я соглашусь было 2 2-3 неприятных удара не сказать что чересчур сложных но неприятных да неприятных где нужно было работать он сработал качественно да поздравляем Маринато с очередным сухарем он его так же заслужил и вообще вся команда сегодня конечно во втором тайме оставила очень приятное впечатление надеемся что дальше будет так же но все таки если вспоминать первый тайм можно ли говорить о том что что это было все таки неправильный настрой или долгий вкат или замены нужны были которые мы сделали в том тайме Франсуа и Лисакович сильно перевернули игру кстати отметим что Лисакович тоже отметился результативным действием это говорит о том что обе первые замены были крайне удачными да вы знаете ну всегда сложно знаете мы предполагаем а ситуация располагает и здесь первый тайм ушел на какую-то раскачку на ознакомление крылья где-то больше были в контроле локомотив знакомился и тренеры друг с другом так скажем ознакомились что на поле происходит какая ситуация и все-таки второй тайм но я еще раз говорю что все-таки две замены предопределили исход встречи да ну что ж в таком настроении приподнятом мы с вами и прощаемся но напоследок напоминаем вам что в четверг нас ждет матч Лиги Европы здесь же дома против очень грозного соперника в лице Марселя вообще вся группа у нас там можно сказать Лига Чемпионская все команды в Лиге Чемпионов бывали более того все команды которые есть сейчас в группе Лиги Европы у нас все эти команды включая нас бывали в плей-офф Лиге Чемпионов поэтому будет очень-очень интересно не забываем об этой игре ну а на сегодня Субтитры создавал DimaTorzok